Санитарная обстановка лучше, а вот с самостроем надо бороться сообщат. Заместитель полпреда президента провел совещание в Сочи. Сегодня весь православный мир отмечает крещение Господне. В Хосте традиционным купаниям не помешал даже шторм. В Горном Лао появятся очистные сооружения. Проект сейчас в стадии разработки. Об этом стало известно на сходе жителей поселка. Лучшие российские саблисты соревнуются в Сочи. Сегодня стартовали всероссийские соревнования по фехтованию. На Кубани на 4% увеличат социальные выплаты. Постановление об этом подписал губернатор. С этого года некоторые социальные пособия выросли на 4%. А так ежегодная выплата многодетным семьям составляет 4735 рублей. Ежемесячное пособие вдовам и родителям военнослужащих, погибших при исполнении военного долга – 634 рубля. Будет проиндексирована и ежемесячная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы. Теперь она составит 528 рублей. Ежемесячная выплата труженикам тыла и жертвам политических репрессий тоже поднимется до 866 рублей. Пособие на ребенка теперь будет составлять 197 рублей, а для одиноких матерей – 385. Выплата на ребенка, чьи родители уклоняются от алиментов, и на ребенка военного будет 284 рубля. Кроме того, проиндексированы выплаты гражданам, которые подверглись радиационным воздействиям, а также их семьям. Об экологическом состоянии Черноморского побережья и незаконном строительстве на территории Сочи сегодня говорили на совещании под председательством заместителя полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Владимир Гурба отметил, в районе Большого Сочи отмечается улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. А вот с самоволками необходимо бороться сообща всем ветвям власти. Прокуратура, МВД, ФСБ, Росприроднадзор, суды и судебные приставы, краевые и местные чиновники. На совещании собрались все те, от кого зависит решение наболевших для Сочи проблем, подчеркнул замполпреда президента в Южном федеральном округе. Злободневными же для курорта считаются проблемы канализования, вернее его отсутствия, и самострои. Два этих фактора и являются причиной загрязнения Черного моря. Причем слив неочищенных стоков на рельеф осуществляется как с новостроек, так и с автомоек. Данные предприятия сегодня стали для курорта притчей во языцах. Работа в городе проделана немалая, вопросы решаются, подчеркивает Гурба. Водоканал доложил о своей программе, в течение месяца он должен ее скорректировать. То, что он предложил, нас не устроило. Именно с точки зрения прибыльной части, которую он получает, что он будет вкладывать в развитие. И мы поставили задачу, связанную с тем, что они должны перво разделить две функции на усовершенствование системы очистки тех локальных систем, которые существуют у них уже в водоканале, и развитие сети, канализационной сети, к которым нужно подключать новые домовладения или те здания и сооружения, которые сегодня не подключены. Незаконное строительство. Здесь претензии как к недобросовестным застройщикам, так и к судебным приставам. Масса судебных решений о приостановке незаконных строений просто не выполнена. Об этом замполпредообещал лично доложить главному судебному приставу страны. Это те люди, которые пытаются в ущерб экологии и в той окружающей среде заработать незаконные деньги. Я сегодня еще раз подчеркнул, что без этой объединяющей формулы невозможно решить эту задачу. Борьбу с самоволками, в том числе по их сносу с последующей компенсацией затрат застройщикам, власти Сочи готовы взять на себя. Только для этого необходимы большие полномочия. Владимир Гурба этот вопрос планирует обсудить с законодателями. Ответственность за нарушение экологического законодательства практически мизерная. Как для физических лиц, так и для юридических лиц. И мы внесли ряд предложений по ужесточению краевого и федерального законодательства в этом направлении. И очень надеемся, что мы будем услышаны. В 2017 году их количество стало 34. Если по сравнению с 2015, то это уменьшение на 72%. Но тем не менее они есть. Поэтому мониторинг продолжается. Сегодня же Владимир Гурба провел еще одно совещание, на котором обсудили возможность финансирования программ, призванных решать озвученные проблемы. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня весь православный мир отмечает крещение Господне. Во всех православных храмах Сочи прошли праздничные службы. А в хосте сразу после богослужения в храме Преображения верующие отправились к морю крестным ходом. С ними и наш корреспондент Елена Всецына. Это уже традиция. На крещение собираться православным всем вместе у кинотеатра «Луч» и крестным ходом идти до пляжа пансионата «Кристалл». Всех собравшихся поздравил с крещением глава района. Дай Бог вашим семьям счастья, благополучия, успехов, крепчайшего здоровья. Все, кто окунется, я думаю, получат высочайшего благословения. От всей души наш батюшка с нами. Дай Бог ему здоровья, приходу. Всем пользуемся. Считается, что ночь на 19 января открывается небо. Многие уже тогда идут к морю, верят, что все молитвы и просьбы будут услышаны. Согласно Евангелиям, при крещении Иисуса в водах реки Ордан, Бог Отец известил, что перед ними Божий Сын. Одновременно с этим с небес явился голубь, олицетворяющий Святой Дух. Факт появления Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа назвали Богоявлением. С тех пор крещенская является та вода, над которой священнослужителем совершен особый церковный обряд чин великого освящения воды. Крещение в православном календаре – непереходящий праздник. Он всегда отмечается 19 января каждый год в один и тот же день. И, как мы видим, даже шторм не стал помехой для православных людей. Конечно, на пляже были предприняты все меры безопасности. Дежурные медики, полицейские, казаки и спасатели последние помогали зайти в морскую воду. Желающие были, они верны этой традиции на протяжении многих лет. Даже отдыхающие из Екатеринбурга, оказавшись на крещении в Сочи, не испугались бушующего моря. Как известно, в традиции празднования входит посещение верующими богослужения в храмах, набор святой воды и участие в крещенских купаниях. Каждый год Господь нам готовит особенные сюрпризы. В этом году, кроме дождя, еще и шторм. Здесь надо, конечно, без фанатизма, с благословения Божьего помолившись, окунуться в святые воды. И если не получается полностью окунуться, хотя бы умыть лицо. Бояться этого не нужно, нужно просто аккуратно, с осторожностью, с безопасностью. Поэтому окунаемся в память крещения Господа, Бога нашего Иисуса Христа. В этот день, сегодня особое благословение всем, да пребудет с вами, с праздником. По традиции, крещенские купания завершились горячим чаем. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и продолжаем выпуск. В Горном Лао появятся очистные сооружения. Проект сейчас находится в стадии разработки. Об этом на сходе граждан поселка рассказал глава Лазаревского района Сочи Сергей Бражников. Горное Лао – самый крупный населенный пункт Лазаревского района Сочи. Проблем здесь немало, и одна из основных – это отсутствие очистных сооружений, отметили на сходе жители поселка. Между тем, здесь строятся не только частные, но и многоквартирные дома, которые не спешат устанавливать очистные сооружения на своих участках. Посоветовавшись с руководителями района и города, было принято решение все-таки запроектировать и построить здесь большие локальные очистные сооружения. Для того, чтобы была возможность у всех жителей присоединиться к этим локальным очистным сооружениям. Еще одна проблема – это неудовлетворительное состояние контейнерных площадок Саха. Где-то есть вопросы и с водой. А вот одно из достижений – это заасфальтированные дороги. На эти цели в районе в целом было потрачено 250 миллионов рублей. Кроме того, построено 36 детских и воркаут-площадок. И главное – открыт новый детский сад на 360 мест. Его строительство ждали не один год. Это те проблемы мы полностью исключили, когда наши родители с детьми поднимались рано утром, особенно в курортный сезон, и везли детей в детский сад. Невыспанных, уставших и так далее. Приезжали поздно ночью, привозя детей в этих пробках и так далее. Проблему эту мы исключили полностью. Всего же в Лазаревском районе 60 населенных пунктов. Свои пожелания по улучшению качества жизни поселков должен продумать каждый. Они будут озвучены на следующей неделе, тоже на сходе граждан. Его проведет глава Сочи Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Арак Таян, телекомпания ВКТ. Сочинцы уже начинают подавать заявки на благоустройство общественной территории. Озеленить улицу, выложить плиткой тротуар, заменить бордюры или даже разбить новый сквер. Все это можно улучшить в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. В одном из пунктов приема заявок побывала наша съемочная группа. В Лазаревском районе открылись сразу два пункта приема предложений по благоустройству дворов, парков и скверов. Один в администрации Волковского сельского округа, что в Дагомысе, другой здесь, в администрации Лазаревского района. Люди с каждым днем становятся все активнее. Приходят, пишут свои заявления, опускают в урну. Каждый день мы проводим выемку, смотрим. Комиссия подводит результаты предварительные. Ну и в конце месяца мы уже будем подходить к тому, что увидим, какие территории набрали большее количество голосов и что у нас будет включено в непосредственную реализацию в этом году. Светлана Синько мечтает о том, чтобы в сквер имени Кирова вернулся памятник, посвященный этому революционному деятелю и о благоустройстве еще одного зеленого уголка сквера Адуевского. Его надо и озеленить, его надо и засадить, может, розами, чем-то таким, чтобы, понимаете, поставить там лавочки и убрать оттуда стоянку. Свои предложения сочинцы могут направить до 9 февраля. Для этого в холле зданий всех четырех районных администраций установлены специальные урны. Все предложения будут обработаны и уже до 26 февраля по самым интересным и важным будут разработаны дизайн-проекты. Я думаю, что в результате мы получим полновесные предложения и хорошую документацию, проектную дизайн-документацию, в которой будут учтены предложения жителей, будут выполнять профессионалы, эскизы. До 18 марта специальная комиссия выберет приоритетные заявки по благоустройству дворов, парков, скверов и других общественных территорий, которые будут выполнены в течение этого года. Ну а сама федеральная программа формирования комфортной городской среды рассчитана на несколько лет. Тем не менее, активно подключаться сочинцам советуют уже сейчас. Елена Овсецна, Ольга Десятого, Арактаян, телекомпания ФКТ. Операция «Тонировка» проходит в Сочи. Сотрудники госавтоинспекции проверяют, сколько света пропускают стекла автомобилей. Инспекторы ГИБДД выявляют водителей транспортных средств со стеклами, тонированными сверх нормы. На нарушителей будет составлен административный материал. При отказе устранить нарушения на месте водителям выдают предписание, согласно которому он будет обязан растонироваться в установленный срок. Если же он нарушит сроки, то будет привлечен к административной ответственности. С начала проведения операции уже составлено 58 административных материалов. Всего же с начала года сотрудниками было выявлено 564 нарушения. Госавтоинспекция Сочи напоминает, что в соответствии с техническим регламентом не допускается наличие на стеклах автомобилей дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзор с места водителя. По ГОСТу лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%. Какое оно здесь и сейчас глазами молодежи можно увидеть в художественном музее Сочи. Сегодня там открылась одноименная выставка арт-группы «Станция». Проект объединил 20 участников, размышляющих о проблемах сегодняшнего дня. По словам авторов выставки, реальность бывает оптимистичной и безнадежной, грустной и радостной. Но человек всегда надеется на лучшее. Художник-исследователь, для него всегда важно, что, зачем и почему. Но это вопросы, на которые не всегда знаешь ответы. Живопись, графика, инсталляция, перформансы – они именно об этом. Молодые художники готовы к диалогу со зрителем. Свои работы здесь представили Максим Татаров, Анастасия Онищенко, Мэгель Псверидзе, Винсент Куманяев, Екатерина Бакадорова, Оксана Сотникова, Эдуард Далевский и многие другие. Выставка будет работать до 4 февраля. Вход свободный. В Сочи пройдет благотворительный аукцион в поддержку приюта для бездомных животных «Поводок». Он состоится на курорте «Эмеретинский» 26 января в 19 часов. Благотворительный аукцион «Добра» состоится в бургерной «Хоумбургер» 26 января. Мероприятие начнется в 19 часов. В рамках акции будет организован аукцион по продаже сувениров и подарков. Вырученные средства в тот же день будут переданы руководителю приюта «Поводок». Принять участие в аукционе «Добра» могут все желающие. Собранные деньги планируется потратить на сооружение новых будок для питомцев. Сегодня «Поводок» содержит 300 собак. Это крупнейший из действующих в Сочи приютов для бездомных животных. В планах дальнейшее расширение. Напомню, приют был открыт в феврале 2014. За 4 года более 700 питомцев нашли новых хозяев. Лучшие российские саблисты соревнуются в Сочи в Югспорте. Сегодня стартовали всероссийские соревнования по фехтованию. Расскажет Инга Габешия. На дорожках элита фехтования. Помимо российских спортсменов в Сочи за медали турнира приехали бороться саблисты из Турции, Румынии и Израиля. Ну а в рядах российских атлетов – чемпионы Европы и мира, а также победители Олимпиады. В их числе – чемпионка игр в Бразилии Яна Егорян. Там в 2016-м она завоевала золото в индивидуальных соревнованиях и в командной сабле. Сегодня сражается за медали всероссийского турнира. Бороться есть за что, а главное – есть с кем. Конкуренция в женской сборной высока, говорят спортсмены. Сегодня жду хорошего фехтования, что у мальчиков, что у девочек. У нас соперницы все достойные, молодежь у нас подрастает, скажем так. Конкуренция хорошая, практически все на одном уровне, поэтому борьба будет. Благодаря успехам нашей сборной на играх в Рио популярность фехтования в стране возросла. В секции по всей стране приходят юные спортсмены, а в национальной сборной те, кто показывал средние результаты, начинают подтягиваться к лидерам. Ну а что касается всероссийского турнира, саблисты его проводят в Сочи на базе Югспорта уже второй год подряд. Это очень хорошее место, отличная спортивная база. Мы рады, что приехали сюда. Этот турнир – это подготовка к международным стартам. Мы привезли сюда олимпийскую команду. Это для них будет хорошей тренировкой. Сегодня в программе соревнований мужчины и женщины боролись за медали в личном первенстве, а уже завтра в командном. Сразу из Сочи на следующей неделе российские саблисты уезжают на международные состязания. Сначала на турнир в Америку, после в Италию. Ну а летом сборную по фехтованию ждет главный старт года – чемпионат мира. Он пройдет в Китае. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи стартовал прием заявок от учащихся на сдачу нормативов ГТО. Особое внимание на такую возможность следует обратить выпускникам школ, которые планируют поступать в вузы и колледжи. Знаки ГТО в учебных заведениях относятся к индивидуальным достижениям и учитываются приемными комиссиями. За них абитуриенты получают дополнительные баллы, которые добавляются к результатам ЕГЭ и ОГЭ. Количество дополнительных баллов в каждом вузе страны свое, но установлено, что оно не превышает 10. Желающих попробовать свои силы в выполнении норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса приглашают обратиться в центр тестирования до 22 февраля по адресу улица Парковая, 19, дробь 4, 3-й этаж, кабинет 87. Ну и это на сегодня все новости. Их вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире.